Каждую неделю ученики православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского приходят в Школьный музей народного и детского творчества на занятия по лоскутному шитью. В этом году часть учеников в седьмых классах под руководством Ольги Кузьмук делают лоскутные коврики. Это один из традиционных видов лоскутных изделий. Также они готовят текстовую часть, пояснительную записку. То есть они должны уметь не только выполнить своими руками свое красивое изделие, проявить здесь все свои творческие возможности, но они также еще должны уметь об этом рассказать. Техник лоскутного шитья великое множество. Начинают, как правило, с самого простого – создают изображение на ткани из треугольных отрезков. Затем можно браться за задачи посложнее. В прошлом году Ольга с ребятами сделали два герба развилки в технике лоскутного шитья «Кинусайка». Один подарили администрации, второй висит в развилковской библиотеке. Часто называют лоскутное шитье лоскутной живописью. То есть живопись маслом, акварель – это краски. А здесь живопись тканью, то есть используются лоскуты. С детских лет Ольга Кузьмук любила шить и мастерить. Сначала одевала кукол и плюшевые игрушки, а после получения красного диплома по специальности моделирования и конструирования одежды занялась производством женских коллекций в Московском городском доме моделей. Но все изменилось после посещения выставки «Лоскутная мозаика» в Музее декоративно-прикладного искусства. Я долго очень ходила по этим залам, потому что настолько это творчество теплое, домашнее. Это было просто необыкновенно красиво. Я не могла уйти из этих залов. Просто смотрела, смотрела. Тогда я поняла, что это мое. Варвара Афанасьева в свои 13 лет уже определилась с будущей профессией. Она станет врачом. Заниматься декоративным творчеством она любит и считает, что навыки, приобретенные на уроках технологии, обязательно пригодятся ей в дальнейшем. Ведь усидчивость и аккуратность очень важны и в работе врача. Это очень долгая работа, но мне нравится. Это здорово. 13-летняя Аня мечтает стать дизайнером одежды, поэтому с удовольствием ходит на занятия «Лоскутной живописью». Саше Ефимовой 14, и она обожает рисовать. А также считает, что занятия «Лоскутной техникой» помогают ей лучше чувствовать цветовые сочетания. Мне очень нравится сама техника. Она очень интересная. То есть там надо сначала вырезать квадратики, складывать треугольники, и в целом получится очень красивый коврик. Работа ребят каждый год участвует в районных и региональных творческих конкурсах. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.